День Города Летят перелетные птицы. Рязань переживает очередную волну миграций пернатых. Инфляция в регионе выросла. Основные причины – ослабление рубля и динамика оптовых цен на топливо. Годовой же показатель в регионе прибавил всего полпроцента. При этом уровень инфляции в области остается ниже, чем в целом по стране. Быстрее всего дорожают фрукты. Конечно же, импортные – бананы и апельсины. А в стоимость свинины и мяса животноводы уже закладывают возросшие издержки на поставку кормов и оборудования из-за рубежа. А причиной роста цен стало ослабление рубля, говорят специалисты Банка России. На фоне этого дорожают и медикаменты, потому что импортное сырье для их производства тоже стало дороже. К ослаблению рубля, в частности, привел рост потребительского спроса. Темпы кредитований высоки. Население адаптировалось к новой структуре предложения на товарных рынках. Но внутренний спрос пока превышает возможности расширения выпуска, что привело к повышенной востребованности импортных товаров. Изменения цен почувствовали и автолюбители. На мировом рынке, например, нефть и нефтепродукты дорожают, а розничная стоимость растет вслед за оптовой. Притом как на бензин, так и на дизель. Стабилизация цен уже стала предметом обсуждения между нефтяными компаниями и правительством Российской Федерации. В ближайшие месяцы инфляция продолжит повышаться. По обновленному прогнозу Банка России в 2023 году она составит 6-7%. Для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году на последнем заседании Совета директоров Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 13% годовых. Ключевая ставка на таком уровне продержится довольно долго, говорят специалисты Банка России. Мол, эта мера необходима, чтобы инфляция снизилась. Рязанцы могут получить новую специальность от центра занятости. Причем обучение от одного месяца до трех. И, кстати, такая возможность существует уже десятки лет. Только вот не все заинтересованные соискатели об этом знают. О том, какие профессии сейчас востребованы на рынке вакансии узнала наша съемочная группа. На водителя погрузчика в технологическом колледже учат три месяца. Прежде чем сесть за руль или манипулятор, придется выдержать экзамен по теоретическому курсу. На его освоение уходит две недели. Еще два с половиной месяца на отработку практических навыков. Данное направление подготовки, которое мы сейчас реализуем, водителя погрузчика, машинского экскаватора, скорее всего, это люди, которые хотят сменить специальность. Это люди возраста от 30 лет и старше. Это одна из самых востребованных специальностей на рынке труда. Очень много вакансий на сегодняшний момент. Работа на складе, стройке или в дирекции благоустройства города. Профессия у этих студентов сегодня вполне востребована. По словам тех, кто проходит переобучение, при выборе новой специальности они руководствовались именно спросом на рынке труда. Я как бы просто работал на стройке и просто человек подтолкнул к этому обучению. Как бы говорит, почему бы тебе не пойти отучиться от центра занятости. Я вот отучился от центра занятости. То есть все понравилось, посмотрел, как он работает этим. То есть первый раз сел тоже к нему в трактор, он просто показал, как что там делать. Ну понравилось, пошел обучаться. Сотрудники рассказывают, среди списка профессий на переквалификацию точно найдется та специальность, которая будет по душе. Ведь обучение проходит по 20 направлениям и длится не более трех месяцев. Обучение у нас представлено по разным направлениям. Это рабочие специальности, такие как водитель погрузчика, машинист экскаватора, оператор станков с программным управлением, салонные профессии. Это маникюр, парикмахерское искусство, массаж. Есть специальности, которые требуют освоения новых компьютерных программ. Например, 1С, бухгалтерия, кадровое дело производства. Молодежь сейчас больше интересуется таким направлением, как СММ и веб-дизайн и разработка. Для того, чтобы пройти обучение за счет государства от центра занятости, необходимо быть в статусе безработного и состоять на бирже труда. Новую специальность могут получить и те, кто сегодня в декретном отпуске, а также сотрудники под риском увольнения или женщины с детьми до 7 лет. Подать заявление на переобучение можно как в центре занятости, так и дистанционно через портал работы в России. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Об уголовном деле, возбужденном в отношении Елены Петиной, мы уже рассказывали в прошлых новостных выпусках. Теперь же выявлен новый эпизод. По словам следователей, это получение взяток в особо крупном размере от руководителей двух коммерческих организаций. 12,5 миллионов за 2020 год и больше 45 за период с 2011 по 2014. Как утверждают следователи, это размер взяток, который замминистра здравоохранения региона Елена Петина получила на своей должности. Как лично, так и через посредника. Следователи узнали, что деньги эти поступили от руководителей рязанского и московского предприятий. В общей сумме более 57,5 миллионов рублей. За оказание помощи в заключении с указанными предприятиями государственных контрактов на поставку медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области. С целью возмещения ущерба, причиненного региональному бюджету, по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемой на сумму более 20 миллионов рублей. Раскрыть новые эпизоды удалось благодаря тесному взаимодействию между следователями, сотрудниками службы экономической безопасности и регионального управления ФСБ России. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности обвиняемой. Посредник во взяточничестве также привлекается к уголовной ответственности. Напомним, 11 июля судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Ирины Петиной меры пресечения в виде заключения под стражу. В сентябре срок содержания под стражей продлен до 22 декабря включительно. Рязанские школьники заступили на пост номер один у монумента на площади Победы. Такую возможность получают только лучшие из лучших, отличники учебы. Вы сегодня заступаете на самый главный пост нашей страны. Это пост номер один. Пост памяти всех тех, кто не пришел с полей сражения. Перед заступлением на пост небольшой инструктаж. И пусть ребята уже опытные, они ученики кадетского класса, заступают на важный пост они впервые. Да и чести такой удостоились только лучшие из лучших. На пост номер один у нас попали только самые лучшие кадеты ЮИД, отличники, хорошисты учебы, те, кто многого достигли, которые побывали в различных мероприятиях и хорошо занимаются рв-подготовкой. На инструктаже кадетам напоминают, что вахта памяти длится 10 минут. И после следует команда. Почетный караул у поста номер один традиция давняя. Зародилась она с 1975 года и не прерывалась вплоть до 91-го. Небольшой перерыв продлился 16 лет и возобновилась традиция в 2007-м. Один почетный караул сменяет второй. Это уже другая школа, другие отличники, но задача та же. А тех, кто свою вахту памяти отстоял, награждают почетным дипломом. Традиции это вряд ли прервется, говорят организаторы. Ведь пост номер один это в первую очередь память. Память о тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за будущее своей родины. И память эту нужно чтить. В нашем регионе уже полным ходом идет ежегодная миграция птиц. Началась она еще в конце августа. Самый пик перелета на зимовку начинается как раз в конце сентября, в начале октября. Какие пернаты уже отправились в теплые страны, а кто еще только готовится покинуть Рязанскую область, наши журналисты узнали у орнитологов. День становится короче, кормовая база меньше. А значит пора на юг. Это, пожалуй, одни из главных причин осенней миграции птиц. В нашем регионе процесс уже в самом разгаре. Днездовой сезон давно закончен. Птенцы, что называется, встали на крыло. А значит самое время покинуть родные пенаты и отправиться в теплые страны. Причем чем позже они начинают мигрировать, тем раньше стоит их ждать назад по весне, говорят орнитологи. Некоторые птицы еще в небольшом количестве держатся. Например, деревенские ласточки пока еще у нас есть. Хотя уже со дня на день они тоже нас покинут. Как только перестанут летать насекомые, за ними исчезнут все птицы, которые охотятся на летающих насекомых. Ну, допустим, зерноядные птицы, такие как щеглы, зяблики, будут лететь практически до самых холодов, а некоторые могут даже задерживаться у нас и на зимовку. Другие птицы выбирают зимовку в своем регионе или же рядом, вблизи незамерзающих водоемов. Касается это не только водоплавающих, но и нырковых особей. Последними улетают те, кто, в принципе, они могут как улетать, так и, в общем-то, у нас остаться. Одними из последних от нас улетят чайки, крупные белоголовые чайки. Одними из последних улетят грачи. Они будут до самого наступления зимы. Миграция для птиц – процесс энергозатратный. Именно поэтому определенные виды каждый год выбирают зимовку в Рязанской области, так как уже приспособились к климату нашего региона и научились находить источники пропитания. Среди них всем знакомые нам снегири и синицы, а также утка-кряква и некоторые нырковые птицы. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». К этой экспозиции в Рязанском художественном музее готовились давно. Большая часть экспонируемых предметов искусства – из фондов. А это значит, что увидеть их – редкая возможность. К слову, центральный объект, монументальное полотно баталиста Евстафия Коцебу и вовсе зрители увидели впервые за сто лет. Полководец Суворову Равной – экспозиция, посвященная 180-летию генерала Скобелева. Великий военачальник и стратег Михаил Скобелев пользовался невероятной популярностью в войсках. Хотя его жизненный путь закончился рано, в 38 лет свои военные таланты он проявил в полной мере. Освободитель Болгарии от многовекового турецкого ига. Участник битвы на Шибкинском перевале. Взятие плевны. Ахалтикинская экспедиция, которая привела к установлению мира в закаспийских владениях Российской империи. Работы, которые так или иначе отражают время полководца, людей, которые его окружали, пейзажи, которые он видел. Мы представляем время, эпоху. И действительно, когда проходишь по этим залам, представлено более полусотни произведений искусства, подлинных, естественно, то ощущаешь вот ту атмосферу, которая окружала тогдашних людей, те политические моменты, с которыми сталкивались в том числе и генерал Скобелев, его участие в Среднеазиатских походах, в Балканских войнах, его роль. Ярчайшим экспонатом выставки специалисты единогласно называют полотно художника-баталиста Евстафия Кацебу. У генерал Скобелев в бою сражение при Куартане, посвященное деду Михаила Дмитриевича. И впервые представленное после реставрации этот шедевр долгие десятилетия хранился в фондах Рязанского Кремля. Если вот так углубиться в историю, вообще создание этой картины, тот же Александр Евстафьевич, он получил заказ на несколько подобных картин, в числе которых это значилось, это примерно 1870 год был. Вот поручили ему, по-моему, пять полотен написать, он написал в итоге три, в том числе и этот. И самое главное, что интересно потом было, что в каталоге живописного армитажа государства за 2017 год значилось, что местонахождение картины неизвестно. В 2019 году доктор искусствоведческих наук сотрудник армитажа Дмитрий Люгин приезжал в Рязань, увидел картину и оценил ее по достоинству, что и стало толчком для последующей реставрации. Более полусотни произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 19 века из фондов, а также для посетителей представлены листы из альбомов литографии «Туркестан» и «Горная бухара», созданных в первой половине 20 века крупнейшим художником эпохи модерна Павлом Кузнецовым. И картина Полидора Бабаева «Умирающий солдат» передает спасенное им знамя товарищу. Последнее по времени создание, к тому же единственное в фондах музея непосредственно изображающее полководца, «Бронзовая скульптура. Генерал Скобелев 2011 года. Николай Иванова». Выставка будет работать до ноября этого года. Футболисты Рязани прервали неприятную тенденцию последних матчей и выстояли в матче с Ногинским знаменем. Причем отыгрались подопечные Максима Швецова уже в добавленное время. На характере. Матч с соседом по турнирной таблице. Рязань начала осторожно, и эта осторожность едва не привела к голову. Вернее, футболисты знамени его забили, но из положения вне игры. Позиционная борьба – главное, на что приходилось смотреть болельщикам в первом тайме. До удара в створ ворот гостей дело доходило, но хорошо действовал в рамке отмахов. Но и он был бессилен в самом начале тайма второго, когда хозяева подловили гостей на искусственном офсайде. Денис Бескаравайный зашел в штрафную и закрутил мяч в дальний. 1-0. Сразу после у знамени были еще моменты, но удвоить преимущество красно-синие не смогли. И это очень не понравилось их тренеру. После забитого гола были несколько контратак, где были два стопроцентных момента. Нужно забивать, увеличивать счет, пока команда раскрывается и идет отыгрываться. И уже доводить игру до более спокойного результата. Опять же, мы это все тренируем, делаем. Когда игрок уходит один в один и мимо ворот бьет, надо забивать такие моменты, чтобы команда побеждала, зарабатывает очки. После пропущенного гола резанцы продолжали атаковать позиционно. Они могли, конечно, получить и второй, но фортуна в этот день была на их стороне. Уже в начале компенсированного арбитром времени резанцы сравняли счет. Владимир Марков красивым ударом со штрафного сорвал паутину хозяйских ворот. 1-1. Со счета 1-0, 0-1, уйти на 90-й минуте, забить, естественно, результатом доволен. Ну а если брать в целом игру, то тут сложно сказать, потому что все равно, на мой взгляд, если бы мы сегодня выиграли, я бы сказал, что, возможно, так и должно было выйти. В начале октября у сине-белых сложный календарь. Две игры за пять дней. Соседями по таблице, Квантом и Космосом. Характер, показанный в Ногинске, футболистам Рязани еще пригодится. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин